Добрый вечер! Какую надеваю-то я? Добрый вечер! Игнатихич! Я говорил с этим Евгением сейчас Он сейчас в дороге найдет место такое с автомобилем более подходящее для связи и мы сделаем такую на троих видеосвязь В общем, конференция такая небольшая В общем, этот человек что предлагает? Он увидел ваш канал в интернете Ему очень понравились ваши проповеди, лекции и вообще ваши беседы с людьми И вот он, в числе прочего, хочет все ваши видео то есть вынести, как говорится, сделать удобнее чтобы люди могли просвещаться с помощью ваших проповедей и могли бы легко находить какие по тимам ролики в общем, какие удобные им было бы И сейчас его зовут Евгений он позвонит и нужно будет обсудить он расскажет свой проект и утвердите вы его или не утвердите я не знаю, о чем вы договоритесь и попутно еще нужно побеседовать по поводу поездки то есть он тоже занимается вот этими всеми вещами компьютерными приспособлениями и он вам предложит, что вам нужно с собой взять или что там отложить наоборот в поездке чтобы вам было удобнее использовать камеру там и все остальные примочки к этому в общем, такой будет разговор понимаете, в чем дело? вот сейчас я ему через 5 минут звонить буду ну, как он это будет делать, я не знаю, но... как-то со стороны он будет это делать? вход-то сюда я не могу отдать, там, пароль, чтобы ходить и что-то делать он со стороны будет делать, он абсолютно свою будет площадку создавать понимаете? пожалуйста, только приветствовать могу вот он хочет, расскажет, может, о своих там планах каких-то вот, а вам нужно одобрить или наоборот там... ну, надо, чтобы кто-то меня на контроле держал я могу что-то не ухватить, а ответить не так я за, чтобы было лучше у меня очень простое правило чтобы мне было хуже, чем было даже если ничем окончится, это сойдет но чтобы не хуже было, не по одному параметру но он человек-то в интернете продвинутый, понимаете? он хочет сделать такой канал и продвигать его в интернете максимально расширить его и сделать таким общедоступным чтобы люди знали о нем и просто проникались вот этим просвещались, к примеру, люди потому что он, парень-то молодой, ему там не больше двадцати пяти лет но он, вы видите, как проникся в вашей бабе если его касается Слово Божие в своей истине то он будет до конца держаться а если послушает, то со стороны ему что-то будет говорить его надолго не хватит понимаете, что он сам я вчера, сегодня остаюсь тот же, я не меняюсь потому что истина открытая вначале еще и святых отцов, я сейчас только сектантам отвечал я привожу на форуме, она в первой строчке противосектантская церковь семьдесят пять мест Библии привожу каноны вселенские жития святых и святых отцов он ничего не приносит ничего, ни одного, даже из Библии святой ничего не приносит он ругается и думает, да вот пьяные православные да какие они, да как сейчас не об этом-то речь идет они, притом все одинаковые, хоть адвентиисты, хоть кто все разные, но по отношению к церкви, к священцу все одинаковые почему? учитель один учитель лжи я им простой вопрос задаю когда я в университете вел занятия я грифельную доску вот так вот пополам разделяю ну я говорю, давайте сейчас в зале поднимайте руку обычно у меня записка поступает я пишу преступление на другое наказание но преступление, отгадайте какое десять суток ну что это, человек не там помощился на вокзале или заматерился правильно один год дальше начинает говорить курицу своровал там где-то десять лет о, это очень серьезно десять лет это начинает дальше так, а тогда, когда задавал смертная казнь была смертная казнь ну тут не однократное убийство как щекотило малолетних там изнасиловал и прочее согласен, да я хочу, чтобы люди согласились, что мера наказания зависит от преступления его величины вот теперь дальше живьем в ад с телами вместе так а разве есть такое наказание? конечно есть оно один раз было за всю мировую историю книга чисел четвертая книга Моисеева шестнадцатая глава так теперь говорите какое это преступление было? ну известно кто пострадал дофана, вероны, кореи и все которые были с ними и двести пятьдесят мужей и было заранее сказано отойдите от них доказательства это Бог взял доказательства если они умрут обыкновенной смертью то значит это просто так а если не обыкновенной а не обыкновенной значит не бывало такого то поверьте, что это я я Бог наказал их какой грех? еще ни один мне не назвал за пятьдесят лет вот как забуровал сатана я говорю а что они сделали-то эти люди-то? ну ну что они сделали? вот он начинает толочь на одном месте тянуть волынку а они отделились от церкви Христовой так оттуда не было не было она была в прообразе церковь Израиля написано посреди собрания восхвалю тебя а церковь это собрание собрание переводится просто экклесия значит было-было и они решили отделиться а кто вы такие? а чем вы лучше нас? ну и мы решили сами взяли кадильницы а он с ним пожрал их провалилась земля и они с шатрами все провалились в преисподнюю вы понимаете насколько велико это наказание? это хуже многократному убийства Савл так не пострадал царь Сидекия написано кровью наполнил Иерусалим от края до края и он так не пострадал Ирод убил жену как народ детей младенцев и он так не пострадал значит какой-то есть один и единственный грех который страшнее всех вместе взятых грехов отделение от церкви и они себя провозносили в церкви это грех сектанства это ваш грех и я им это показываю они не могут возразить ну они упорны ужасно они начинают там вот там пьяного мы видели он лежал там сейчас не об этом речь идет речь идет о том у вас действительно ли права на улице тебя остановил милиционер гаишник там ДСП теперь и говорит предъяви права а что мне предъявлять права там вот смотри авария уже была а вот тебя спрашивает дай права ты ему бумажку любуй давай да я лучше других я не пьющ это ваши православные я баптист я не пью мы дружи живем у меня жена детей нарожала 48 не имеет значения предъяви предъяви есть у тебя законное право водить машину и когда вернулись из плена они написано искали родословные священцы не нашли и были исключены вот как Игнат Тихович ну на этой почве сейчас ведь многие сектанты уходят от своих пасторов в православную церковь вот именно вот на этой почве да и когда меня спрашивают разные миссионеры спрашивают ну вот как так у вас сектанты в моем доме приходили зачем мы баптисты принимали особые инсектики что запретили мне давать слово а до этого они давали я у них проповедовал и баптисты говорят и в Америке и говорят начался отток от баптистов православия и назвали опасное барнаульское учение а какое опасное я сказал церковь я за вас страдаю я хочу чтобы были церкви чтобы избрали из себя лучших старших пресвятеров и чтобы они обратились патриарху к синоду и получили истинное рукоположение но под определенными условиями пусть без икон будет пусть без мощей будет это не имеет значения главное что было рукоположение и приняли символ веры а они не будут соблюдать канонические правила обойдемся церковь церковь делала уступки когда донатистов принимали Василий Великий говорит неправильно их принимают но общее решение я принимаю без крещения через помазание потому что они были крещены троекратное погружение ну там были свои заковыки вы должны быть выше собственных притязаний на души людей он не так понимает важнее чтобы он был спасен не было раздора у меня конкретная программа знаете все вы знаете что хочу давно сказать и все упускаю зверь вы камеру опускайте чуть пониже а то снимает потолок а у вас одна голова вы лучше себя пониже бороду пусть снимаете не вот камеру чуть вот так вот еще еще чуть я не совсем ее могу шевелить ну наверное можно можно все я сейчас снижение вызываю ну благодарю за указание я пробовал она не шла у меня нет она идет только надо посильнее ну подтянули да так сейчас секунду я ищу его искание своего пока там делаете я буду говорить является почти главным препятствием в биссионерской работе не ищите своего но что угодно спасителю а эту волю познавать надо ой как мне недавно звонит одна попала в аварию а и он раздавил машину ее разбил а сам смотался и она за ним а теперь-то подает его поймали сообщили там ей помогли его а милиция теперь главный вопрос почему ушли с места происшествия может еще и не быть я говорю ты заранее проси завтра молиться надо по нашему это будет в 5 вечера я попрошу вас тоже помолитесь за ней ее Галя звать чтобы Бог усмотрел его святую волю нам понять я не прошу чтобы платили наказали только воля Божия была нам больше ничего не надо пройдет короткое время и мы увидим как начнет проясняться туман наш наших вожделений ты осталась живая глаза целые стекла мимо пролетели дети живые муж тебя любит удовольствуйся пока этим желудок переворачивает пищу да так так все Евгений у нас да давай он безбородый он какой молодой парень совсем молодой ну как ему понравится мне я не знаю я сопливый парень парень новый Евгений левшин может быть левая рука у него лучше работает а у Лескова левша тот мастер так блоху подковал вот пробивает как люди пробивает алло 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 ну говорите алло Жень не слышь Сергей слышу вам меня не видно алло а мне вас не видно я видите я в машине сотового телефона а а а меня вам видно нет картинку видно там молодой парень сидит еще через плечо какая-то лента да это я в машине это ремень безопасности понятно да я вот на трассе стою сейчас покажу да нет это не ремень безопасности фотографии это нет теперь я согласен так вы видите в машине меня или нет нет просто на картине нет никакой машины мне не видно а я другому человеку просто звоню видимо сейчас секунду я параллельно просто тоже звонил сейчас камеру включу так я третий день простыл как так потерпите беде хорошо Жень как знаете что я не могу камеру включить так у меня вот камера то работала когда я один на один а когда на несколько не работает камера не показывается ну я еще могу сказать ну давайте отправиться вам расскажу а потом Игнатию Тихоновичу отдельно позвоню чтобы он увидел так вы с тобой разговариваете я и есть Игнатий Тихонович да 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 ну давайте он понял сейчас я задам некоторые вопросы и все отойду а вы там вдвоем уже пообщаетесь я понял так Сергей на несколько минут отойди а потом включись мне я сейчас скажу и уйду и все да пускай включается Жень в общем нужно рассказать Игнатию Тихоновичу какие есть задумки в общем по там по видео по каналу по его вот и в поездку что там ему лучше как быть то может быть что то предложения какие будут сейчас сейчас я скажу вообще познакомимся с Игнатием Тихоновичем ну все Сергей надо отключаться а это они ну так еще эта система скайпа можно сказать еще в разработке как это потом будет это смешно же что скажет не тянуло как было раньше это закройте Игнатий Тихонович а что мне нажимать я думаю закрыть надо нет 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 закрыть закрываю и вторую закрыть закройте ну это вы не закрывайте вы просто сворачиваете закрыть вот 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 ну что ждать надо это Екатеринбург Екатеринбург что-то я сегодня уже и кашлять начал вчера только и но соседни кашляли я я даже удивился что зима наполовину прошла я даже ни разу не простил у меня ноги холодные были в избе пол холодный вот так покажи как всё ой 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 там показывай всё где наши В общем, я в машине еду в Екатеринбург из области, 20 километров не доехал. В общем, Игнатий Тихонович, я с Вами познакомился так, делал запрос в интернете по поводу мощей, которые в церкви находятся. И вот попал на Ваш видеоролик, было очень интересно слушать, а потом в течение трёх месяцев слушаю Вас. Очень нравится. Это первое. Второе. Узнал из Ваших видеозаписей, что Вы собираетесь в поездку с благовестием по России и Европе. И вот на этой неделе подумал Вам написать ВКонтакте, я ВКонтакте в группе у Вас, нужна ли там поддержка какую-то, может там кассеты нужны для записи на видеоплёнку и так далее. И написал ВКонтакте, мне ответил Гавриил. Да. Вот. И он сказал, что Вы купили новую камеру, но пока есть сложности с её эксплуатацией, использованием. Да. Вот. Ну и я предложил ему свою помощь, так как работаю в этой области уже там не первый год, ну консультационную. Каким образом обрабатывать видеоролики там, каким образом упорядочивать материал. Потом он мне сказал с Сергеем поговорить, который, ну мы с которым мы только что связывались. Поговорили с Сергеем. Вот. У меня к Вам какой вопрос, то есть вопрос, могу ли я помочь Вам с Вашим благовестием в плане купить там пару карточек для камеры, чтобы люди России могли Вас смотреть там в хорошем качестве через интернет, да, первое. Второе. Могу ли я помочь Вам с встречи в Екатеринбурге с прихожанами там, христианами и неверующими людьми? Ну и третье. Могу ли я Вам предложить, вот у Вас будет турне, было бы очень интересно сделать это событие как будто в реальном времени. И вот если Вы мне позволите помочь Вам с технической точки зрения, подсказать, как это лучше будет сделать, то... Что-то не слышно. Вас будет как бы видел... Сидишь, у него с телефона и в машине какие-то там задержки. Алло. Да, да. Вот, ну, сейчас камеру включу. Все, что я хотел сказать, теперь Вас буду слушать. Так, в Екатеринбурге мы уже были, мы туда не попадаем, у нас времени нет, у нас очень сжатый режим. Мы выезжаем примерно 27 мая, у нас будет ставка, туда мы отсылаем примерно 4 тонны литературы за Москву, это Смоленская область или Калужская, где-то примерно здесь. В прошлом году мы были в Ростовской. Там мы должны быть, ну, в первых числах мая, первого, допустим, июня. А 5 июня мы должны пересесть Шенгенскую зону. Это через Болгарию и Шенген открывается через Грецию. Там нас ждут. Там мы переезжаем через это море, пролив в Италию и уходим на Португалию. Оттуда, возвращаясь через Германию, мы проходим в Сюрих, все захваты внутренне мелкие государства. В Германии мы останавливаемся, там нас ждут. И проходим, главное, в Англию узнать теперь, поедем или не поедем. Главное, мне нужна национальная лондонская библиотека, куда я еду, дарю свои 38 книг. Я еду, с определенной целью. Встреча с нами и подарю свои книги. Оттуда мы уходим сразу, захватываем по берегу все, что есть. В прошлом году мы прошли Польшу, Германию, уходим через Данию, Скандинавию. Потом переплываем, пройдя все эти государства, 4 государства, через Рижский залив и идем на Прибалтику. 3 государства и уходим после этого, заряжаемся снова, где у нас ставка будет и уходим на север. 130 городов мы должны пройти и все. Понятно. Это в ответ на один из... на второй мой вопрос по поводу Екатеринбурга, да. А по поводу первого вопроса, по поводу поддержки, там, карточки памяти купить для камеры вашей. Что это означает, я не знаю. Это значит, кассета, в которой информация-то записывается. Флеш-карта, которая вставляется в видеокамеру. Ну, которая показывает, как маленькие кассетки-то. Да-да-да. Так еще, трудно купить нам, зачем вас задействовать здесь? Ну, не знаю. У вас такое турне, там, огромное количество денег нужно. А у вас пенсия, там, 7 тысяч. Ну, понятно. У меня минимальная пенсия, это правильно. Но эту-то карту, которую вставляет, там, флешка, там, или что, как назвать-то? Неужели мы... Так одна карта стоит... Одна-то карта стоит 3 тысячи. А ее хватит, там, на часов 10 записи. А вы же каждый день часов по 10 будете записывать. Это сколько карта? Не будет этого, не будет. Мы записывать намного меньше будем. Больше это где нас ждут. Это Греция, вот сейчас вчера договорились с Финлядией, во Франции, в Италии, там, допустим. Сейчас с Португалией прорабатываем. Там может больше, но мы можем записывать в каждой библиотеке, где мы бываем. В национальных библиотеках государств. Это может быть. Понятно. Ну, тогда... Я думаю, этот вопрос мы прорешаем, сделаем что-то. Ну, я бы хотел помочь. Дело общее, большое. Мне бы хотелось вам как-то... Мы купим, купим сами. Заезжать мы нигде не будем. Вот в чем дело. Мы идем прямой наводкой на Москву отсюда. Мы нигде не можем даже тормознуть. Так, я понял. Я ездил в Омск. Это же дорого на машине ездить. Я вот за это переживаю. Я бы хотел вам помочь финансово. Вот и все. Финансово через Сергея. У него там открыт кошелек. Это мы примем. Дело в том, что общий расход, который мы так прикинули, примерно, с евро, примерно нам нужен 800 тысяч. Ну, понятно. Понятно, что... И не имея ничего, мы верим, что нас Бог благословит. Мы верующие, православные. За нас молятся все. В прошлом году мы прошли 130 городов, поселок и 15 государств. И Бог похоронил вас. Ну, очень приятно с вами разговаривать, Игнатий Тихонович. Я тогда по поводу обработки видеоданных, снова видеокамеры с Гавриилом поговорю. У вас ведь еще тысяча часов, он мне сказал, не обработать видеоматериалов. Вот мы с ним поговорим, и я постараюсь вам помочь, если вы разрешите обработке. Так, что мне не понравилось? Я скажу, что не понравилось в этой камере. А она, файл, который у нас всегда в одном был, она его дробит на 4. Это абсолютно не нам нельзя. Его надо, чтобы они в файл ушла. Разные качества записи, если на минимальном качестве записи, она будет в одном файле 2 часа держать. Гавриил уже поставил. На достаточно хорошем качестве в одном файле 2 часа будет держать. Уже поставил Гавриил, говорит. Тут видишь, Володя говорит, что поставил уже. Я сегодня Гавриил. Да, да, да. Второе. Слишком объемно. У нас обычно было 1,7. О. А сегодня сколько там? Ну да. А теперь 13 гигабайт. Это, с ума сойти. Тут никаких флешек не хватит. Умешь. Ну вот я то и говорю, что у вас, если вы на HD перейдете, на новую камеру, вам нужно компьютер будет поменять. Потому что старый компьютер не сможет обработать новый объем данных. И поэтому я об этом тоже подумал. Что если, не знаю, вам нужен другой компьютер, точно новый. С собой-то мы не возьмем компьютер. У нас куплены жесткие диски по 2 терабайта. Ну так, жесткие диски это одно, а нужен процессор для того, чтобы обрабатывать эти видеоданные. Ну а где мы остановимся там, остановимся где, допустим, в Смоленске или в Москве-то, в Берлине-то. Ну там люди-то есть, специалисты-то. Мы туда и обратимся, там могут помочь наши люди там. Да я понял, когда ты техничаешь. Ну ладно. Ну а как вам работать издалека-то? Мы просто, я бы рад любого помощника иметь. Но просто я не могу выйти. Мы пробрали с собой ноутбук и мы ничего не могли сделать. Просто он место занимал и могли погубить его. Понятно. Я с Гаврилом поговорю, ему расскажу, каким образом я могу помочь. А потом мы сделаем маленький прототип и вам покажем, как это будет работать в интернете. Так, я что-то от Сергея слышал, не совсем понял. Будто бы выставлены наши ролики, вы как-то можете на них влиять или что? Или только на те, которые мы будем присылать оттуда, с дороги? Вот что мне не нравится на канале в Ютубе, на Ютубе, что все материалы не систематизированы тематически. То есть там есть просто заголовок, да, и все. Я бы хотел, ну мне бы удобнее было говорить о какой-то системе, допустим, Евангелие, там, Придор. Женя, это будет, уже работают над этим. И краткое содержание, на какой минуте, уж теперь выставляется. Отдельно собрание, отдельно занятие, это будет. Мы же знаем это дело. Ну вот я в этой вот работе-то и хотел поучаствовать. А вот это хорошо. Ну как, давайте. Вы берете, допустим, у меня отдельный плейлист, там, скайп, разговор по скайпу. Берите это. Да, да, да. Ну я видел, я с Гаврилом говорил, понимал. Надо попробовать, надо попробовать. Так, как вы это можете сделать? Просто как один из прихожан, там, кто, ну, кто приходит на наш ролик-то. Да, 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 именно так. Определенное, возьмите, когда от плейлист откроете, наши, там разное, там, я около, не знаю сколько, около 20 плейлистов. Уже разбиты по основному. Но вот это, по скайпу, там разные темы об Евангелии. Вот сегодня мы разговаривали с батюшкой Сергеем об евреях, об Англии. Вопросы большие во свете Библии. Решительно, просто можно сказать, редкие вопросы, они были подняты. Хорошо бы, вот в этом, там, в оглавлениях или где-то указать. Нам нужен такой помощник, как вы. Все, понял, я тогда буду полезен. О, мы молились, и тогда мы можем уже, смотря по делам, сказать, что Бог ответил на нашу молитву. Только напомните, вы работаете только по скайпу. Там написано, разговор по скайпу. Понял, понял. Вы не входите в плейлисты, а вам там хватит. Там уже, наверное, 46 роликов. Все понятно, все понятно. Хорошо. Тогда я вас... Выздоравливайте. Третий день кашляю, тут простылый маленький. Все, выздоравливайте. Спаси Христос, я держу голубей. И с голубями вышел, там, пока покормил, видо подхватил. Все, выздоравливайте. С Богом, спаси Христос, давайте не болейте. А когда вы сможете начать по скайпу работать? Ну, я покажу, как я буду работать, где-то к началу следующей недели. Так, а вы Мейл.ру знаете эту систему? Я в ней не очень работаю. У нас другая система. Я в Яндексе работаю и ВКонтакте. Так, в Яндексе, Мейл.ру-то он в Яндексе, наверное, и есть. Мой мир. Это такой простой. Зарядите. Я, Игнатий Лапкин, один. Мне удобнее было бы общаться. Листик заведите, попросите, друзья. Хорошо. Это в течение нескольких минут. Эта система очень хорошая. Она прям наглядно все выставляет. Я считаю, она более продуктивной, нежели ВКонтакте и Одноклассники. Все понятно. Я вас там жду, и тогда мы будем все время общаться перепиской. А потом в скайп раз нашли. Все, спасибо. Все, Сергею как-то надо дать знать, чтобы он зашел. Хорошо. Хорошо, хорошо. Сдам все. До свидания. До свидания. Вот Володя у меня тут. До свидания. Слава Христе. Так, Сергей сейчас может зайдется. Мы об этом молились. Неудобно говорить, я гнусавлю тут. Миша Кальмаев взял по собраниям, и теперь он мне скинул и говорит, никому не отдавайте. Я буду заниматься этим. А по скайпу я никому не мог отдать. А если он в этом деле специалист, он отмолотит их мне. Ну и он-то наберется, будь здоров. Каждый скайп у нас, это не две минуты. Мы иногда беседуем по минут 50. И представь, 48 бесед примерно так. Но еще будем надеяться, это благодаря Сергею и Гавриилу. Видите, как с разных сторон. На нашу немощь Божья сила. И было сказано Павлу, в немощи Божья сила. Ничего нету. И он раззаботится, как помочь. Может что-то у нас Господь и сделает. Но мы обязательно должны выехать. Потому что это нужное дело. Исключительно нужное. Сергей, это что-то не выходит. Где-то на него как-то шагнуть. А ну-ка давай. Где он у меня тут? Ну-ка покажи. Нет его здесь. Его не видно? Посмотри. Он лежащий. Вот он. Его как, два раза его ткнуть или как? Не знаю, ну тните. Видеозвонок надо было. Надо было видеозвонок нажать. Ну что, Сергей, отговорили мы? Что-то быстро. Ну все сказали. По сути дела. Можешь посмотреть потом мы когда поставим. Он мне понравился. Простой парнишка-то. Да, короче. Ну что, относительно того, что он говорил там где-то помочь, я говорю, через вас средства. Нам это легче, мы сами купим. Гаврил работает в таком магазине и может купить. Большие, как называет он что? Флеш-карточки. Флешки? Флешки, да. Ну эти, вставу. Ну как-то по-другому там. Карта называет. Флеш-карта, да. А вот он может обрабатывать наших скайп-беседок. Это 48. А мы об этом молились. Потому что не найдешь, где Евангелие, где мы говорим о мусульманах. На каждой минуте. Вот сейчас у меня обрабатывает Кальмаев Михаил. Он по собранию. И он же берется за занятия. Это очень большая... Они там у нас по плейлистам уже разобраны. Там не меньше 20 названий. А Сергей Пупков почему работает? Он не по скайпу случайно? А там сразу видно будет. По-моему нет. Хотя не знаю. Сергей работает, я должен знать это. Я сказал каждую неделю давать знать, как дела идут. Ну в общем так. Если он помочь, это средствами решил. Ему долго не стали говорить. Он о мощах потерял, нашел его коснулось. Видишь как. Заодно меня гвоздает за эти мощи. Это из меня уж скоро мощи будут. А тут понравилось. На всех не угодишь. А я никому никогда не угождал. Твои вот эти рассуждения, там, темы к истинному православию, там, книги, они своего счастья ждут. Перемена в народе может наступить. При перемене жизни. Сегодня попы блокируют, а их зажмут, когда им не до этого будет. Поэтому, все перед Богом. Их уже зажали народный, я же говорю, этот градус народного недовольства растет. Так они лезут везде. Лезут куда не надо, кто не просил их. Везде. Не то, что лезут, а вот еще вот такое, что патриарх-то сам призывает людей к нестяжательству, а сам показывает, вот, как они. А пример-то какой? А пример абсолютно никакого. Ну, понятно. Слово наше должно быть живо и действенно, не расходиться с делом. Как Ян Златоус говорит, проповедующий о вине, а тебя пьяного ведут свящеринки с красными губами. И кто поверит тебе? Проповедуй, не кури, а сам садишь одну за другой. Это так. А потом, если споткнешься, то тебя будут этим потом и потыкать. Тут же надо чистоту блюсти и, как говорится, ожидать со всех сторон подвохов и ударов. А они на это даже не смотрят. Да, конечно. Так, ничего больше нет у вас? Да нет, у меня ничего нет. У меня своих тут много делов. Ну, отпускай, брат. Да благословит тебя Господь. Хорошо, что ты мне разрешил зайти на тот, на новый-то. Я как прораб прошел по площадке и сделал для себя какие выводы. Но если будет возможность перевернуть образец, как первый тот, это вообще здорово. Я тут выставил, посмотрели бы. Понимаете, в чем дело? Этот сайт делается, его смогут сейчас много людей на айфонах, на телефонах сидят, понимаете как. Его будет удобно с таких устройств рассматривать. Вот ваш сайт, его неудобно смотреть уже с этих айфонов. Вот, а этот сайт будет удобно. Хорошо. Все там будет как надо. Работают простяки. Понятно, я про шрифт только говорил. Про шрифт и межсрочное пространство, и чтобы жир был. Да, это уменец в одну секунду все делает. Ну, кто-то должен все это пересчитать и разделение дать. Слова слеплены, машина не разделит. Объясняю, это робот делает, понимаете. Это робот допустил. А разделять-то вручную надо? Робот исправит ошибки. Он исправит робот ошибки. Робот! Увидели сразу люди. Вы думаете, вы один заметили, и все. Это я уже давно знаю. А я думал, вручную вам надо разбирать-то. Это робот все сделает. Ну, понятно. Вручную это вот сидеть надо разбирать. Большое дело. Все, откажу. Отхожу. С Богом, спаси тебя, Христос. С Богом. Слава Христу. Володя тут тоже. Ой. Давай, скачу. Ай.